О том, что деревья на улице Токтеналеева городские власти приговорили к вырубке, жильцы узнали случайно по красным знаком. Управление капитального строительства поставило крест на зеленых насаждениях в прямом переносном смысле. Вот видите, эти деревья, помеченные крестиком, они подлежат вырубке. На нашей Душанбинской, это раньше была ботаническая, здесь столько деревьев было, столько было посажено нашими отцами и матерями, а теперь они подлежат вырубке, это 1134 дерева должны вырубить, просто вырубить, взять и уничтожить. Вот эту всю красоту, весь наш воздух, все наше здоровье они уничтожат за раз. Мэрия Бишкека задумала провести реконструкцию улицы. Два ряда для движения в перспективе станут четырехполосной дорогой. Делается это для того, чтобы разгрузить соседнюю, одну из загруженных центральных улиц города, проспект Мира. Горожане всеми руками за ремонт трассы, но категорически против уничтожения тысячи деревьев и кустарников. Мы за реставрацию нашей дороги, она действительно старая, это самая зеленая, старая улица города, это легкие нашего города. Мы за две полосы, гладкой, красивой, чистой дороги, но не за четыре. Потому что четырехполосная дорога предполагает вырубку всех этих деревьев и под нашими балконами будет проходить высокоскоростная гоночная автотрасса. Владельцы частных домов тоже переживают. Боятся, что трасса подберется впритык к заборам. Есть вероятность, что власти эти ограждения могут и вовсе снести. Вот эти высоковольтные столбы будут заносить во дворы, что снесут все деревья, спилят, что еще. Ну, в общем, пугает то, что нет информации и взять ее негде. Мэрия сюда, чиновники не хотят? Однажды мы дозвонились в мэрию, нам сказали, это муниципальная земля, что хотим, то и творим. На помощь к жильцам пришли правозащитники. По их мнению, мэрия грубо нарушила законодательство. Они надеются, что власти в итоге учтут мнение горожан и примут Соломоново решение. Здесь нарушена статья закона о градостроительстве и архитектуре. Она четко и ясно говорит, что любая градостроительная акция должна проходить общественное слушание. Общественное слушание вот в данном сообществе, в сообществе этой улицы, никогда не проводилось. Поэтому люди даже не подозревали. Они просто стали задумываться, от чего здесь чертят. Чиновники будто и сами сожалеют о том, что деревья придется вырубать. Но это шаг, говорят, веление времени. Машин в городе стало настолько много, что уже все не помещаются. Вот и приходится придумывать развязки. Обещают, где-то возможно посадить молодые деревца. Правда, от этих обещаний жильцам легче не становится. Мы будем новые деревья сажать. Сегодня об этом мэр поручил задание Зеленстрою. Он будет готовить новые деревья. После произведения работ мы будем сажать. Мы это не из корыстной цели делаем. Это мы вынуждены с увеличением количества населения города, с увеличением потребности расширения дорог. Мы это вынуждены. Как бы нам тоже хотелось бы, но мы предусматриваем в других местах увеличить зеленые насаждения. Пока дорожники приступили к демонтажу старого асфальтового полотна. К деревьям еще не притронулись. Но уже очевидно, основная битва за легкие улицы еще впереди. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек.